Сегодня я буду рассказывать о числу сознания 9. Это люди, рождённые 9, 18 и 27 числа. Вы пришли в эту жизнь служить другим людям. Но вы весь мир делите на благодарных и неблагодарных. Одним словом, если вы в плюсе, вы мудрые, если вы в минусе, у вас горе от ума идёт. Вы эмоционально перегораете, всё только потому, что не получили обратку благодарность. Сделали добро и ждёте это добро. А вам нельзя его ждать. С числом сознания 9 забудьте. Если вы кому-нибудь что-нибудь сделали хорошее, забудьте. Не ждите его обратно. Вам нельзя. Число 9 – это число Бога. Вот, как я уже говорила, вы пришли служить этому миру. И девятки в плюсе – самые лучшие хирурги, самые лучшие МЧСники, самые лучшие военные. Потому что вы в плюсе, вы хотите спасать, защищать. Но если вы минусе, вы террористы. Вы готовы уничтожить. К примеру, Сталин был с числом сознания и с числом миссии 9. У него две девятки. Он желал служить. Но если кто-то шёл против, если кто-то его не отблагодарил, если кто-то по его понятию сделал что-нибудь не так, вы понимаете, да, чем дело заканчивалось? По этапам в эшелоны и по этапам. Вот, пожалуйста, живой пример. Это Сталин в минусе себя так проявлял. Что я хочу ещё тут добавить, мои хорошие? В минусе вы, если у вас есть ярость, паранойя, наивность. Если вы в плюсе, вы спортивные, вы динамичные. И вы становитесь такими вот лидерами, которые хотят помочь другим. Вы изучаете духовные практики. Вы занимаетесь психологией. Вы имеете своих наставников. Если всё это у вас есть, вы в огромном плюсе. Вообще, с людьми девятками, если вы в минусе, с вами нельзя судиться. Вы туда подключите всё. И самых лучших юристов, и адвокатов, и все свои сбережения. Лишь бы доказать, что вы правы. Это огромный минус. Поэтому, девяточки, не надо ни с кем судиться. Отпустите на волю Бога. И вы ещё такие нуждаетесь постоянно в заботе о себе. У вас сознание семимесячного ребёнка. Вы же пришли в эту жизнь получать знания. Вы же находитесь на вершине пирамиды. Вы же голова. Но плохо то, что у вас шея очень тонкая. И от сердечной чакры очень мало энергии туда проходит. Очень мало. Поэтому и девяток, и называют горе от ума. Всё у вас идёт отсюда. К сожалению, я по своей работе встречаю очень много девяток. И, к большому сожалению, вы в большом минусе. Потому что вы же на всех обижаетесь. И вы не понимаете, почему люди к вам так относятся. Ну, хорошо то, что вы идёте к астрологу, идёте к психологу. Потому что, если вы встали на этот путь, ваше сознание начинает получать огромный плюс. Вы с минуса уходите. Вы начинаете заниматься духовными практиками. Вы ознакомливаетесь с этими практиками. И ваша жизнь налаживается. От вас уходят болезни. Любого другого рода неприятностей просто отступает от вас. Стоит только вам встать на духовный путь. Вот это ваше спасение. Девятки. Вы имеете яснознание. Вы можете предугадать будущее. Вы можете предсказать события. Но если вы на стадии обидчивости, ваша иллюзия вас путает. Получается так, что вы предсказываете не те события. Вы сами себя путаете. Только занимаясь духовными практиками, вы можете предсказывать правдивые вещи. Скажу так. Ваша душа пришла накопить высокие знания и передавать их дальше. Вы же имеете миссию стать духовным наставником. Вам надо избавиться от понятия «ты мне, я тебе». Сделали доброе дело – забудьте. Душа приходит в эту жизнь для того, чтобы реализовываться через добрые дела. И если вы делаете добрые дела, вы поднимаете рост своей души. Но стоит только вам начинать думать, этот человек забыл о моем добре, забыл о том, что я сделал для него. Всё. Вы уходите в огромный минус. Вы начинаете болеть, страдать. Мало этого, в вашей жизни начинают происходить ситуации разрушительные, которые несут потери. И всё это притянули вы своим умом, своими обидами. Вы очень часто исходите из своих идей. Девятки – это вы такие идейные. Если вы себе надумали, идею создали, что надо сделать ремонт в квартире, всё, вас не остановить. Вы можете влезть в долги, но ремонт этот сделаете. Если кому-то придёт в голову, надо поменять мебель, всё, идея пошла работать, механизм заработал. Вы опять в долгах. Поэтому хочу сказать, ваши идеи вгоняют вас в долги. Кто-то из-за своих идей начинает с кем-то судиться, вгоняет себя в долги. Кто-то едет в путешествие, изучает пространство, вгоняет себя в долги. А кто-то покупает либо одежду, либо обустраивает своё жилищное пространство. Опять-таки, загоняя себя в долги. Поэтому девяткам надо развивать свой интеллектуальный путь. А интеллектуальный путь – это когда человек начинает изучать психологию, духовной практики. И он начинает понимать, что вот эти идеи, они разрушали. Он начинает распознавать благодатную идею от неблагодатной идеи. Дорогие мои девятки, хочу пожелать вам процветания в сфере мудрости и очищать свой ум от сорняков, от обид и от претензий. И тогда у вас всё будет хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!